не особо важных дел. Следователи отчитались о проделанной работе за первое полугодие. За этот период сотрудниками управления возбуждено 610 уголовных дел. В сравнении с прошлым годом выросла раскрываемость преступлений против жизни. У нас она составляет почти 93 процента. И это больше, чем общий показатель по стране. А вот изнасилования в регионе и вовсе все раскрыты. Их было 16. Один из самых страшных показателей – преступление против детей. За полгода уже 61 потерпевший. В отношении детей были совершены два убийства. Причинение смерти по неосторожности в отношении трех детей. Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних в отношении 16 детей, из которых изнасилованы пострадали два ребенка. Насильственные действия сексуального характера в отношении пяти детей и разрадные действия в отношении девяти детей. Вот такая вот у нас нелицеприятная статистика. Следователям удалось раскрыть и одно из самых громких преступлений этого года. Задержан виновный в покушении на руководителя УФАС Александра Боровкова. Ему предъявлено обвинение. Напомним, что в чиновника стреляли в январе. После долгого курса реабилитации Александра Боровков вновь приступил к работе. Сейчас рассматривается вопрос по мотиву совершенного данного преступления. И если будут установлены какие-то дополнительные обстоятельства, расследование будет продолжаться. В том числе и рассматривается вопрос, что интересует вопрос о возможном заказном характере данного преступления. А вот другое, не менее жестокое преступление еще не раскрыто. Речь идет о происшествии прошлого года. Сначала труп женщины нашли у деревни Буньково. Чуть позднее еще одна жертва – у трассы Иваново-Фурманов. Последний эпизод у поселка Железнодорожный. Там были убиты еще две девушки. Есть основания полагать, что это дело рук одного преступника или группы лиц. А потому все три преступления объединены. Обвинение пока так никому не предъявлено. В уголовном деле имеются улики, которые позволят изобличить при установлении причастности кого бы то ни было извлечься к данным преступлениям. Эти улики непровержимы. То есть тут как следы биологического происхождения, так и разного рода технические данные, которые с достоверностью позволят нам это лицо привлечь к ответственности. Срок следствия продлен в связи с большим количеством экспертиз, назначенных по делу. Следователям удалось получить огромное количество образцов генного материала. Методом отбора, возможно, и удастся изобличить преступника. Правда, специального прибора, так называемого генетического анализатора, в регионе нет. Приходится обращаться к коллегам из соседних областей. А между тем сотрудники управления уже не один год просят у правительства денег на покупку такого прибора. Возможно, при наличии собственного анализатора это преступление было бы уже раскрыто.